Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свея. Я начинаю новое видео, долгожданное для вас, потому что очень много комментариев писали. Селена, когда же ты покажешь детскую? Да, я уже показывала детскую, и я сделала перестановку, мы уже повесили там, чтобы он занимался. В общем, перестановочка такая, мне кажется, самая оптимальная, пространство появилось больше. В общем, сейчас поделимся с вами, я поделюсь с вами. Вот, и, может быть, ваши советы какие-то будут, и вместе доделаем декор детской. Поехали! Ну что, вы готовы? Та-дам! Включаем свет. Та-дам! Я не помню, как вы помните. Давайте я вам в общем покажу сейчас, да, и уже потом по деталям пройдусь. Вот так у нас всё в детской сейчас. Я тут уборочку сделала, наконец-таки, да, чтобы вам уже презентовать её. Не всё здесь будет оставаться, естественно. Если вы помните, эта кровать, она была развернута вот так, ну, другой стороной, и она была полностью развернута. Вообще, почему-то я думала, что она будет вот к этой стене лежать, стоять. Но мама и муж мы так посмотрели, и говорят, что очень оптимально и классно, да, если кровать мы поставим так, и мы её соберём. И матрас, здесь я два матраса покупала, потому что эта кровать раздвижная, кто помнит, да, в Икее мы её брали. Каркас этот стоит 10 тысяч, вот, мне нравится, с двумя выдвижными ящиками. Ну и также вот эта вот вещь, кто не знает, да, повторяю, она раздвигается. Вообще, в Икее продаётся матрас, у меня просто высокие матрасы, я отдельно их покупала, чтобы они были твёрдые, хорошие, поэтому у меня здесь один матрас лежит, а второй мы, смотрите, придумали вот так, да, мы его закрыли тоже там простыночкой, и вот покрывало, вот это я брала в Васильке, на моём втором канале, можно увидеть обзор, и, кстати, это покрывало, мама говорит, что оно, оказывается, светится в темноте ещё, но я не проверяла, если честно, но похоже, оно такое интересное. И подушки эти тоже я заказывала в Васильке, тоже на втором канале обзор, у них много прикольненьких маленьких подушечек, они такие двухсторонние, видите, можно использовать в декор с двух сторон. Вот, вот это я уберу, я уже почти освободила этот ящик, вот видите, тут почти ничего нет у нас, и там мамины немного вещи лежат, вот, здесь эту коробку тоже скоро надо опять перебирать, мы её регулярно перебираем, и каждый раз что-то ломается, что-то разбрасывается, да, это твой ночник. Вот, ну, а этот мне нравится комод, и он полный у нас весь, поэтому вот он остается... Да, не надо вытаскивать батарейки, ложи на место. Поэтому этот комод мы оставим, этот комод мы уберём, а это мы разберём, как обычно. Вот, пространства в комнате очень много, я пока оставила два этих коврика, потому что Дэнни особо здесь, на самом деле, время не проводит пока, что эти два коврика, они нас не смущают. Да, их надо освежить, потому что один, видите, уже выцвел немного, один новый я покупала, вот, а возможно, я даже ещё какие-то другие цвета возьму, посмотрим. Но пока нас устраивает, всё нормально. Сюда мы поставили эту стенку из Икеи, раньше она стояла вот с этой стороны, как вы помните, да, но здесь, мне кажется, она гармоничнее смотрится. Кстати, в Икеи нет уже, представляете, вот таких вот ящиков. Это двухсторонние, вот, с одной стороны такой, с другой такой. Я ищу эти ящики, потому что они мне больше всего понравились. Белые очень марки, вот, видите, у меня белые там ещё. Ну, и вот эти ящики, это я давно покупала тоже в Икеи, но, в принципе, неплохо здесь смотрится. Так, картину, это я уже в прошлом видео всё вам показывала, да, занавески, всё так же хорошо смотрится у нас, тут всё замечательно. Что нового приобрели? Мне, мы, вот этот вот, я забыла, как он называется, детский аут чё-то, да. В общем, долго искала, я хотела, чтобы было и для детей, и для взрослых, там нужно смотреть килограммы. Батут я покупала отдельно, это я заказывала в интернете, но, честно, не помню, вам скажу, вот Яндекс.Маркет набираете, да, и просто смотрите, что вам нужно, чтобы было в комплекте. Я хотела, чтобы были кольца, потому что он любит на кольцах. Я хотела, чтобы была качелька, эту качельку можно использовать также, ну, вот сейчас я её сделала маленькой, да, качаться, а так её можно наверх подвесить и точно так же на ней подтягиваться, там делать какие-то акробатические элементы. И канат, соответственно, на нём тоже учиться, хочется, чтобы он учился ползать на нём. Ну, и высокая такая, чтобы для взрослого, для, там, Виталя придёт, подтянуться захочет, видите. То есть это для детей, то есть нашего возраста подходит, да, но и для взрослого я сама могу и прессик здесь покачать, и подтянуться, если уж захочу, да. Так, батут я брала отдельно, который вот так вот, видите, складывается на две части, вот, чтобы можно было его хранить, если что. Батуты есть разные, есть одна такая половинка, есть цельная, есть тройной, четверной. Но я подумала, что этого достаточно, хотя, ну, хотелось ещё проверить, да, если нужно будет, я думала больше, ну, нам достаточно, это метр на метр. Так, теперь на кольца. Ну-ка, покажи. Вот так, ножки вверх, аккуратно. Ноги вверх. Как ты ножки делаешь вверх? Вот так, вверх ножки ещё, давай. Подтягивайся. Вот так. Надо кольца тебе повыше, наверное, уже поднять. Молодец. А вверх ногами. Нравится тебе? Нравится. Классно. А на качельке как ты катаешься? На качельке. Вот так, скажи. Вот так я катаюсь. Опа, упал на мат. В общем, прикольная вещица. Денька здесь качается. Вот, видите, подтягивается вот так вот, лазает аккуратно. В общем, кратенько по этой стенке. Всё нас устраивает. Денька везде ковыряется. Единственное, по канату ещё ползать не умеет. Так, здесь оставила я вот такую вот нишу. Не знаю, пока нечего сюда поставить. Просто она стоит на балкон. Она потом пойдёт. Пока что сейчас там на балконе завал у меня. Вот эти наклейки, которые мы будем сейчас с вами клеить. Здесь нет, правда, итоговой картинки. А, нет, есть она. Вот она, итоговая картинка. Обезьянки. У меня Деня в год обезьянки. И он настоящая обезьянка. В общем, эту картину надо повесить так. Я долго думала, на какую стену повесить. Вот сюда повесить или вот сюда. Но я ещё, знаете как, с той точки зрения, что я снимаю. И если я снимаю, то я сажусь вот сюда на диван, что-то здесь включаю подсветочку. И как бы фон не хотелось бы, чтобы сразу было понятно, что я в детской снимаю. Поэтому, я думаю, мы вот эту стеночку задействуем. И так как у меня вот этот комод потом уйдёт, а этот вообще может потом переставим. В общем, вот здесь, наверное, мы наклеим наших обезьянок. Так, ну и что? Здесь у меня телевизор. Телевизор здесь смотрит. Мама когда остаётся. Денька тоже сам иногда приходит сюда, включает телевизор и смотрит. Тут вещи внизу его. Первые, ну, нижние ящики это его вещи. Потом идут всякие развивашечки. Он уже сам залазит, что хочет, берёт, рисует там и так далее. Вот. А здесь у меня, в принципе, стоит стремянка. Здесь часто мы пользуемся вот этой вот сушилкой, да. И дверь обычно открыта вот так вот, да. Вот. В детскую тоже всё время открыта. И ничего не видно. Мы заходим, и всё вот так вот спрятано. В принципе, вот такая вот просторная детская у нас получилась. Давайте теперь приступим к наклейкам. Наклейки я заказывала на Алиэкспресс. И вот их всего вот так вот две, смотрите. А мне казалось, что она какая-то большая такая должна быть. Ну, это 1,1,2, а это 2,2. В общем, здесь есть циферки всякие разные, да. В общем, сейчас будем разбираться, как это лучше сделать. Так, смотрите, я подумала, вообще она маленькая будет, да. Но я подумала, что вот эта часть как раз-таки игровая такая, да, пусть будет там начало. И как бы, если что, вот этот комод я сюда поставлю, и как бы из комода вылазит. Вот. Кстати, вот эти липучки, они очень хорошо клеятся. Знаете, вот приклеила, если не так, отклеила и снова приклеила. Удобно. Так, смотрите, я основу сделала. Сейчас я добавлю лепесточки и, в принципе, всё. Та-дам! Ну, вот, в принципе, и всё. Слушайте, ну, неплохо клеится, красиво выглядит. В принципе, мне нравится. Да, вот так вот немножко преобразилась детская, стала более нарядная. Ну, наклейка, я думала, честно говоря, будет больше. Она где-то метр на метр, можно было бы растянуть, да, её сделать такой метр на метр, да, наверное. Ну, это край, не больше. Вот. Хорошая, кстати, идея. Я думала, честно говоря, будет вот так вот дерево, вот такое вот. Она, видите, маленькая оказалась. Ну, ничего, симпатично здесь смотрится. Ещё мне понравилась идея с горами, да, с горами, с горами, с горами, правильно сказать, да? Когда можно их самой даже сделать, нарисовать вот так вот горы, да, верхушки. Вот. Это хорошая идея. И вот, возможно, здесь бы я сделала горы такие красивые какие-то. Идеи нравятся. Но эти наклейки, если что, если я захочу вдруг горы там сделать вот так, да, то это сейчас очень актуально и модно, я видела, да, красивые получаются детские. И я, если что, это просто уберу. Оно легко отклеивается. Вот. Что классно. Оно клеится, отклеивается. Удобно. В общем, вот так. Вот так вот со стороны смотрится. Вот как раз вот на вот этом вот комодике будет всё это там лежать. А этот уберу. В общем, вот такая вот детская у нас получилась. Денька здесь не спит пока что. Спать он не хочет здесь. Ну, и я не хочу, чтобы он здесь отдельно спал. Нет необходимости. И, в принципе, я не вижу такой, знаете, острой реально необходимости. Ребёнка отдельно прям класть, а я там отдельно сама. Я в 4 часа ночи только ложусь спать. Я его укладываю в спальне нашей. Он спит часов в 10, да, там в 11 по-разному. Я провожу всё время на кухне, в зале, там телевизор смотрю, работаю и так далее. И под утро, там к 4 часам, к 3 я только ложусь. И я с большим удовольствием ложусь, обнимаю малыша своего. И прекрасно мы вместе спим. Я не вижу сейчас необходимости реально его отселять от себя. И пока он маленький, мне, наоборот, хочется больше с ним времени проводить. Вот обнимашечки какие-то. Он сейчас вот чуть-чуть уже и вырастет. И уже сам захочет спать отдельно. Плюс уже с мужем там жить будем вместе, да. И как бы все такие моменты. Будет уже спать отдельно. Поэтому всё это дело успеется. Я не тороплю. Но он знает, что это его комната. И что здесь его игрушки. Здесь он проводит время. И, кстати, очень удобно, когда приходят к нам друзья, родственники детей. Мы сразу сюда в детскую. Они здесь занимаются, играются. Дверь даже закрываем. И прекрасно можем проводить время взрослыми там. В общем, пишите, как вам. Кто не видел предыдущую детскую, то здесь я оставлю ссылку наверху. Или под видео. Заходите, посмотрите. Зацените разницу. И вот скажите, кому как. Я думаю, что это сейчас самое прикольное расположение детской. Ещё единственное, что здесь сейчас нет стола, где он будет заниматься. В будущем я думаю ещё тут делать перестановку. Потому что вот это вот не нужно здесь. Вот это, возможно, у меня была идея, что вот эту всю конструкцию. У меня, видите, для компьютера вот там всё. Вот эту всю конструкцию я перенесу в ту сторону. В этот раз решила здесь это сделать. Ну, не знаю, вот я так долго вымеряла, вымеряла, решила здесь сделать. В общем, можно перенести в ту сторону. Я просто не хотела, чтобы он вот с этой вот... Я не хотела просто, чтобы он с этой конструкции прыгал на кровать. Да. И не ударился об угол. Вот о чём я переживала. Поэтому я это здесь сделала, да. Здесь потому что комод далековато находится, не ударится. Но можно всё это дело поменять, потому что он уже повзрослее, уже вот так, ну, не прыгает бездумно куда-то, да. Можно поменять. Здесь сделать стол, да. А вот это опять же сюда перенести. Ну, короче, вариантов много. Вообще ещё идея у меня вообще убрать занавески эти. Потому что за занавесками у нас очень много пространства. Видите, у нас целая стена. И эта стена как раз-таки может служить тоже чем-то интересным, да. Здесь может быть стол как раз-таки, вот компьютер. То есть, возможно, я уберу занавеску. Ну, ту оставлю, к примеру, да. Будет вот так как бы окно наполовину. А здесь у нас тоже будет вот та стена как-то задействована. В общем, пока что у нас годик есть. Годик есть, пусть так побудет. А потом будут уже новые идеи, что мы будем делать. Или вообще вот это вот всё уберём. И здесь как-то что-то будет. Комод вот сюда поставим. Вот этот комод сюда переставим. А там сделаем стол. Да, в общем, вот так вот. Ну, пока так. Всё, мои хорошие. Была рада показать вам наконец-таки эту детскую. Доделать эту, блин, наклейку. Ссылку на наклейку я тоже оставлю под видео, где я заказывала. Жду ваши комментарии. Ставьте лайк, кому понравилось детское. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok